Ноа, вы хотите выиграть три золотые медали, что вы скажете тем, кто в вас сомневается? Я скажу, что они сильно сомневаются в себе, а я верю в себя. Не было сомнений, что Ноа Лайлз выиграет три золотые медали, особенно когда в полуфинальном забеге на 100 метров он показал это. Через месяц после своего блестящего выступления на чемпионате мира, он опубликовал видео, которое, безусловно, поднимет уровень мирового спринта еще выше. В нем Лайлз развенчивает ложные представления о беге на короткие дистанции, которые укоренились в умах даже у спринтеров самого высокого класса. Одна из главных ошибок происходит на старте. Ее совершают даже олимпийские финалисты. Она основана на мифе, что успех на 100 метровке зависит от очень быстрого старта. Однако статистика показывает, что в подавляющем большинстве случаев на Олимпийских играх и чемпионатах мира победа на 100 метровке достается тем, кто выходит вперед на второй половине дистанции, потому что топовые спринтеры не стремятся выиграть старт. У них совсем другие задачи. Как спринтер высшего класса Шак Керри не пытается выиграть старт. Даже первые шаги она делает очень расслабленно. Моя главная задача как спринтера постараться пробежать первые 10 метров за 7 шагов. Быстро и мощно, но без сверхусилий. Если я смогу пробежать больше 10 метров за 7 шагов, о, тогда я знаю, что я просто лечу над дорожкой. Однако первые 10 метров надо бежать с фокусом на технику и точность. Эта концепция не нова, однако Ноа Лайлс стал первым элитным спринтером, который озвучил ее для всего мира. Дело в том, что первые 10 метров это самая энергозатратная часть любой спринтерской дистанции, так как это чистая взрывная работа мышц. А как известно, половина всех мышечных усилий превращается в пары тепло. При этом от количества приложенных усилий мышцы не сокращаются быстрее. То есть чем больше вы упираетесь на старте, тем больше вы тратите энергии и выделяете тепла. При этом это не дает значительного преимущества в ускорении, зато неизбежно отразится на максимальной скорости и ее поддержании в конце дистанции. С 10 по 20 метр на этом отрезке я стараюсь атаковать дорожку с максимальной силой. Я начинаю ускорение, по-настоящему набирая скорость. Действительно, стартовый разгон плавно перетекает в ускорение примерно через 7 шагов. Если самые первые шаги связаны с горизонтальными проталкиваниями с помощью взрывной силы, то с каждым последующим шагом вектор приложения силы становится более вертикальным, и скорость уже растет за счет упругой отдачи. 40 метров. Пора бежать по-настоящему. Сейчас меня волнует только поднимание стопы и жесткая постановка вниз. А сила, которую я вколачиваю в землю, выталкивает мое колено вверх. Но при условии, что я сохраняю точность движения. Точность движения очень важна. Итак, снова. Атакуем дорожку очень жестко. Мой тренер любит говорить. 12,6. Это значит 12 часов вверх. 6 часов прямо вниз. Я хочу ставить стопу прямо под себя. Потому что если поставить далеко перед собой, это торможение. Далеко сзади, это отталкивание от воздуха. В общем, я ставлю стопу прямо под себя. Здесь Ноа демонстрирует прекрасное понимание законов спринта. Действительно, быстро бегут те, кто передают энергию и получают ее обратно с минимальными потерями. Чем точнее нога ставится под центр массы, тем больше энергии спринтер получает обратно. Это также подтверждает третий закон Ньютона, который гласит, что сила действия равна силе противодействия. Если ставить ногу перед собой, то на вас действует сила в обратном направлении. Это является причиной многих травм и хронической боли в надкоснице. При постановке ноги прямо под центр массы, сила противодействия будет выталкивать вас вверх. Однако в этом случае даже у опытных спринтеров возникает вопрос, каким образом выталкивание вверх дает горизонтальную скорость. Это можно объяснить законом сохранения импульса. Во время упругой отдачи от дорожки противоположная нога движется вперед, преобразуя вертикальный импульс в горизонтальную скорость. Понимание этого феномена очень важно, особенно на второй половине дистанции, для того, чтобы атаковать дорожку с максимальной точностью. Где-то около 70 метров вы обнаруживаете, что уже близки к максимальной скорости. Вы, наверное, слышали выражение, когда достигается пик скорости, есть только один путь дальше, и он идет вниз. Когда вы достигли вершины горы, дальше только спуск. Но в этот момент люди начинают выдыхаться, раскачиваясь по сторонам, они сражаются изо всех сил. Но я хочу, чтобы вы понимали, что вы там, где надо, неважно сзади, наравне или впереди. Вы должны понимать, что вы там, где и должны быть, и вы должны делать то, что делали до этого. Вот вы достигли 90 метров. Здесь людям просто плевать на все. На технику. Они уже забыли, что им говорил тренер перед забегом. Они забыли, зачем тренировались. Но здесь ваше преимущество может быть самым большим. Потому что пока они там тужатся, вы себе говорите, «Все, что мне нужно делать, это то, что я уже делал». Не нужно ничего менять. Просто надо делать то же самое, что вы делали весь забег. Но в это время ваши соперники впустую тратят энергию. Качаясь в стороны, поднимая голову вверх, оставляя ноги сзади, их колени перестают подниматься, а вы будете бежать очень спокойно, без финишного нырка. И в итоге вы выигрываете забег. И все такие, «Офигеть, ты выиграл так легко!» Но если ты делал все правильно, то это было и правда легко. Есть выражение, быстрые люди двигают ноги вперед, в то время как медленные оставляют их сзади. Это логично с точки зрения закона сохранения импульса. Вертикальный импульс, который вы создали, будет направлен в сторону движения свободной ноги. Поэтому элитные спринтеры без задержки двигают свободную ногу вперед. Об этом говорит Ноа Лайлз, когда утверждает, что на последних метрах дистанции можно добиться максимального преимущества, потому что абсолютное большинство спринтеров бежит оставшиеся 30 метров дистанции, как первый раз в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok